Привет всем, кто занимается научной деятельностью. Давненько я не выпускал видео для аспирантов, соискателей и магистров. Но виноват в этом не я, дорогие друзья, а большинство из вас. Да, есть люди, которые заходят на канал, ставят лайки, подписываются на канал, пишут комментарии. Однако большинство просто заходят, смотрят и не подписываются, вообще никак себя не проявляют. А между тем я каналу уделяю очень большое время и внимание, поэтому давайте, друзья, не будем делать так. Давайте договоримся, если будут проявлять активность мои пользователи на канале и в сообществе ВК, то видео будут выходить чаще. Если нет, то уж извините, у меня и других дел полно, я дежурю и занимаюсь другими важными делами для себя. Ну а сегодня мы поговорим об очень важной вещи, о том, что нужно делать в начале пути, в начале научной деятельности. А это очень важный вопрос, дорогие друзья. Ну вот приняли вас в аспирантуру и вы стали соискателем, и что дальше? У вас есть научный руководитель, но, как мы знаем, очень часто научный руководитель вообще не обращает на вас внимания. Между прочим, три года это очень мало для того, чтобы защитить диссертацию и тем более написать в нее. Поэтому нужно максимально использовать каждый месяц, каждую неделю. Но, если вы не знаете, как поступить, что делать, то как вы можете быстро все это закончить? Поэтому сразу же, как вы поступили в аспирантуру, а лучше даже до поступления, необходимо начать работать, чтобы успешно защитить потом кандидатскую. В этом видео я объясню, что нужно делать в первую очередь. А в первую очередь вы должны утвердить тему диссертации. То есть вы должны пройти процедуру, после которой за вами будет закреплена эта тема, и в дальнейшем она сильно меняться не будет. Очень часто некоторые аспиранты спрашивают у научного руководителя, какую тему им дадут. Научный руководитель говорит им одну тему, некоторые пишут уже первую главу, заканчивают ее. А потом научный руководитель резко меняет тему, потому что тема не была утвержденной. Да, это очень часто встречается в практике, поверьте уж мне. Чтобы избежать этого, поговорите со своим руководителем сразу же после того, как поступили в аспирантуру. Убедите своего научного руководителя окончательно выбрать тему для вашей будущей работы и отдать ее на утверждение. О том, как выбирать оптимальную тему для диссертации, чтобы вам было легко защититься, я расскажу в другом видео, если не будете жалеть лайков к этому видео и комментариев тоже. Вы должны знать, что утверждение темы – это определенная процедура. Что происходит во время утверждения темы? Если вы аспирант кафедры, то утверждение происходит на очередном заседании членов кафедры, где будут присутствовать все научные сотрудники. То есть кандидаты медицинских наук, доктора медицинских наук, ну и вообще работники. Обычно такое заседание проходит раз в месяц и до его прохождения вам нужно будет собрать определенные документы. К ним относятся, во-первых, характеристика научного руководителя, подписанная им. Во-вторых, отзывы двух рецензентов, патентный пояс, а также аннотация планированной работы. Образцы этих документов вы можете найти в моей группе в ВК, ссылку я разместил в описании к этому видео. Заходите и скачивайте. Что касается патентного пояса, то это документ, который заверяет, что подобной вам темы никто не брал и не защищал ранее. Странно было бы, если бы вы хотели защитить тему, которую уже защитил недавно другой человек, правда ли? Вы должны за время кандидатской решить какую-то задачу. Поэтому ваша тема должна быть нова, то есть обладать определенной актуальностью. Вы можете получить патентный пояс в патентном центре, который есть в вашем городе, я уверен. Для этого нужно взять с собой аннотацию вашей работы, подписанную научным руководителем, и пойти в патентный центр. В базе данных сотрудники патентного центра проверят вашу тему, и если именно такой темы никто не защитил ранее, то дадут вам патентный пояс на данную тему. Это означает, что после того, как вы получили патентный пояс, никто, кроме вас, не может больше взять эту тему для написания диссертации в будущем. Итак, как только получите патентный пояс, вам нужно будет получить официальное разрешение на утверждение темы вашего научного руководителя. Затем вам нужно будет найти двух рецензентов с вашей кафедры среди кандидатов и докторов наук, которые дадут вам одобрение в письменном виде на актуальность вашей темы, ну и на то, чтобы вы написали аннотацию. Как только вы получите патентный пояс, характеристику, а также две рецензии, вам нужно будет доказать на заседании кафедры, что ваша тема действительно актуальна. То есть то, что имеет смысл три года терять над решением этой проблемы, которую вы выбрали или выбрал для вас научный руководитель. После этого вам дадут пять минут выступить, а затем вам будут задавать вопросы члены совета, ну и те люди, которые там присутствуют. Если вы ответите на эти вопросы и все всех устроит, то вашу тему одобрят и тема ваша будет утверждена. Именно с этого момента начинается аспирантура и соискательство. Пока вам не одобрили тему, ничего еще не началось. Поэтому первым делом любому аспиранту необходимо утвердить тему, а уж потом начинать думать о написании диссертации. Как это ни странно, но научные руководители очень часто даже такие элементарные вещи не объясняют своим аспирантам. Надеюсь, вам все понятно, дорогие друзья. Если нет, то пишите ваши вопросы в комментариях про то, что делать в следующем, про какое видео вы хотели бы узнать в будущем, в какую тему хотите. В общем, пишите любую вещь в комментариях. Это продвинет это видео и увеличит мой интерес для того, чтобы создавать новые видеосюжеты. Можно даже по электронной почте со мной связаться. Я напишу адрес внизу под видео. Да, и не забывайте подписаться на канал, а то новые видео будут выходить очень редко. А может быть и вообще не будут выходить. Удачного вам времени суток и не болейте.